я все-таки нашел офис все ребят и 11 тяжелая пушка есть еще бласты всевозможная техника айди сканеры и так далее там под уже нет лагом и багом скачивает только рабочие версии модов и сборок на сайте героинкрафт.ру все ссылки в описании жду вас там пламенный привет с вами александр более известный как герона и сегодня у нас мод на звездные войны мод огромнейший в нем 12 планет огромнейшие десятки видов вооружения и брони тяжелый сотни видов оружия которые можно держать в руках огромнейшее количество нпс квестов поселений данжей черт город огромнейший кстати еле нашел о херобриныч привет давай гони оружие срочно давай геронушка ты знаешь херобрининскую привычку клянчить лайки я тебе не отдам сегодняшние оружия на обзор если ты не поставишь под этим видео не дашь мне 5 лайков ой дух во имя империи во имя республики и всех джедая в галактике поставь большой пальчик вверх под этим видео у тебя взяли всего лишь на все взаиме пол-секунда времени а галактика будет а вы уже спасли галактику вы уже поставили большой пальчик вверх ой большое спасибо дорогой друг не ленись а ой вдвойне спасибо тем кто еще пишет комментарии Встроение спасибо к тем, кто подписался и нажал колокольчик Поехали Слушайте, это тоже из этого же модификации Я же говорю, мебели здесь полно Окей, давайте начнем обо всем по порядку с оружия И давайте будем тестировать на вот этих свиньях Это кто? Это вообще что? Орки? В Звездных войнах не было орков Нас обманывают Окей, в конце этого видео я расскажу, как это орудие Оружие где достать Часть из него не крафтится Так, давайте Отличнейшая палка Для начала мы рассмотрим эвок спир Эвоки, по-моему, жили на маленькой планетке Давай, давай дохни В общем, короче, обычная палка без сверхспособностей Так, топор Обычный, тоже на 7 урона Ну, просто топор, тут и рассказывать нечего А почему я убиваю гражданским и всем насрать? Кто в теме? Я не в теме всех этих Звездных войн Дальше какой-то молот На 13 урона, прикольно Графоний, ребята Графоний, все, черт побери, имеет трехмерные модели Вот это реально круто Еще один графоний Еще одна палка на 13 урона И вот этот лансер Вибронический Тоже классно выглядит Самое классное это пушки, конечно Все они стреляют очень быстро Также быстро поглощают у вас Зарядники Бум Слушай, урона всего лишь Навсего 4 урона Называется эта штука Бласт Эйдж По-моему, с такими штуками бегали Имперские штурмовики Пистоль Тоже совсем уж Хреновый урон на 3 И давайте еще посмотрим Тот же самый пистоль Бласт Эйдж Сюда аж 17 Ууу, еа У каждого пистолета тоже есть свой заряд Количество зарядов отображается Когда вы наводите курсор мышки на оружие Все просто Это пушка У нее тоже нет ограничений по скорости стрельбы Можно просто зажать кнопочку Правую кнопку мышки И они стреляют непрерывно По-моему, у всех пушек Здесь одна и та же механика стрельбы Да, ребятки Это вам не фланс мод Здесь особо с оружием никто не заморачивался Но тем не менее В графоне и звуки все равно разные Это у нас была Тускеновская пушка Ружо По-русски Это ионизирующий бластер Чтобы это не значило Есть еще Бласт Эйдж ЕЕ-3 Выглядит он вот так вот Как он выглядит в руках Ууу Просто идеально подходит к моей штуке И у каждого из них Центр Появляется такая Знаешь, полукруг В центре обозначающий Типа Куда мы стреляем Прикольно Когда заканчивает А, слушай И видишь В центре Эта штука есть Она обычно белого цвета Если пушка начинает перегреваться Она становится синего цвета И ты его именно Не можешь стрелять То есть Если зажать стреляешь Вот она Голубая штука Заполняется в центр полностью Я не могу стрелять Ждешь несколько секунд Пушка охлаждается Прикольно И эта механика Есть у каждой пушки То есть все пушки В принципе отличаются Только графоном И уроном Что конечно печально Оптических прицелов Здесь нет Насколько я понял Окей Это у нас Бласт Эйч А280 Почему-то я не могу попасть Бласт пистоль Давайте отстреливаемся От охранников Они очень жирные По части брони Бласт Эйч ЕЦ 17 Все Все свободны И ты тоже свободна ДЛ 21 У нее такой вид Словно Она стреляет дротиками Видишь У нее на конце Какая-то хреновина Но стреляют они Все лазерами ДЛ 21 Ничем не отличается Урон тот же самый Я не знаю Название разное А нет Это ДЛ тоже 21 Окей Еще модификацию Полно полным полно Всевозможных Лазерных мечей Которых можно крафтить И делать их Какими угодно Но это отдельный разговор Потому что здесь Очень много Чего можно рассказывать О том Как они крафтятся И производятся И мы просмотрим На всех них Более того У них там Десятки разных Видов способов Атаковать Теперь О! Наконец-то Нормальная пушка Которая реально убивает Называется Эта штука Бласт Эйч РТМ 97C Тяжелая Штурмовая винтовка С прицелом Прицел не работает Забейте Бласт Эйч Т21 Во! Ну как-то Уже Уже лучше Потому что Предыдущие пушки Давали 3 урона Это дает Целых 9 урона Давайте Смотаемся На другую планету Вот здесь Уже скучновато Становится О! Смотрите Сколько тут жертв Поехали Бласт Эйч Е11 Тяжелая пушка Из вас тут Ужаски Лага О! Как тут Лага Это О! Понятно Вуки Короче Это какая-то Снайперская Бластерная Хрень В сочетании С То ли Арбалетом То ли Луком Короче Очень Забавная Хрень Давайте Кого-нибудь Пристрелим Окей ДЛТ-19 Свободен Т21 Ой Блин Извините За эти Подлагивания Но Ни один Комп Такой Не выдержит РТ-97 По ногам Оуу Слушайте Можно еще Оказывается Технику Разрушать Ха-ха-ха Впервые Вижу Разрушаемую Технику Давай 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 Так Хорошо Теперь Давайте Посмотрим Гранаты Пушка F-11D Пушка Дефин Короче Какая-то Пушка D-6 Классно F-11D Projectile Riffle Не знаю Как это Переводится 44C Офицер Пистол Офицер Офицерский Пистолет Во По-русски Хе-хе Он даже стал Светиться От Перегрева Прикольно И еще Соро Соро Су Пистол С Триплетом Каким-то Что бы Это Не Значило Чувак Хорош Тут Устанавливать Новые Истребители Они Блин Тоже Умеют Пользоваться Техникой К сожалению Как и я Даш Я не разбираюсь в этих космических технологиях, но звучит круто. Вот оно название. Можете прочитать, кому надо. И Хатсплиттер. Используется первым орденом штурмовиков. Давай. Давай. Затеяли тут, понимаешь ли. Лесной апатии. Без моего участия. Без разрешения. Фу, такими быть, читеры. Грязные читеры. Так. И непосредственно броня. Смотри. Есть. Это первый орден штурмовиков. Все сделано, еще раз напоминаю, за косом. Не под книги, не под комиксы, а именно под фильмы про Звездные войны. Это первый орден штурмовиков. Самые-самые первые штурмовики должны были выглядеть вот так. Убожество. Т-пилоты. Но у всех этих видов брони, почти у всех, прочность и количество защиты такой же, как у железной брони. Пять рубашечек. Видишь? Нет, ребята, это теневой штурмовик, а вовсе не Дарт Вейдер. Кстати, броня целых семь рубашек прочности, то есть она как алмазная. Еще один пилот. По-моему, это из первых фильмов про Звездные войны. Кто знает, пишите. Классно. А шапка-ушанка, ты смотри, настоящая шапка-ушанка. Броня тие пилота. Не знаю, что это, но можно делать так. Люк, я твой отец. Идеально. Приведение. И снежный штурмовик по совместительству. Броня такая же, как железная. Броня песчаного штурмовика такая вот с закосом. Ну, типа, знаешь, я типа в пустыне, меня никто не должен заметить. Штурмовик Скаут. Выглядит вот так вот. Прикольно. Ничего не скажешь. Это уже классические штурмовики, к которым мы все привыкли. Четыре брони. Тоже пять рубашек прочности. Самая толковая броня за сегодня позволяет летать, потому что сзади у меня встроенный джетпак. Видишь? Шикарно. Тоже трехминерная моделька. Помимо всего прочего, делайте следующим образом. Вы совмещаете броню и джетпак. Вам где-то их нужно две штуки будет найти. Классно. А вообще, это броня охотника за головами. Броня повстанца. Тоже пять рубашек прочности. Я еще один повстанец. Прикольно. Самая разноцветная броня еще одного повстанца. Выглядит вот так вот. Прикольно. Походу, еще один повстанец. Похоже, у них виды брони зависят от того, на какой планете они находятся. Похоже, так. Самая смешная броня на сегодня, потому что это еще один повстанец. Почему-то такого вот смешного зеленого цвета. Ну и на спине, да, тоже, конечно же, трехмерный рюкзак. Куда ж без него. Теперь о том, где можно найти оружие броней в этой модификации. На самом деле, вы не сможете ни скрафтить, ни выбить это оружие. Вы его можете только купить. На данный момент выглядит это безобразие следующим образом. Ищите любые структуры. Космические корабли. Любые базы любых там рас и национальностей. И увидите вот таких чуваков вот с таким гербом над головой. Это продавцы. Правой кнопкой мышки на них клацайте. Видите, открывается менюшка. Здесь есть разные пушки, летающие корабли, есть непосредственно гипердрайвы, которых я вам и расскажу в следующий раз. Всевозможная техника, ID-сканеры и так далее и тому подобное. Развлекаться, в общем, можно здесь долго. Как их приобрести? Очень просто. Наводите курсор мышки на то, что вам нужно. И нажимаете кнопочку «Получить». Здесь появляется надпись «64 кредита». Кредиты у вас должны быть, естественно, в момент покупки в карманах. Где эти кредиты достать? Очень просто. Опять-таки, в данжах, в любых структурах, которые вы найдете в мире, в огромном количестве они находятся прямо в сундуках. Причем вот такие сундуки обычно не открываются. Ой, боже мой. Система управления космическим кораблем здесь. А вам нужно искать обычные, стандартные, ванильные, вот такие. Вот такие вот. И в них огромнейшее количество этих кредитов. Так что проблем собрать их нет никаких абсолютно. Благодарю за просмотр, за подписку, лайк. С вами был Герон. Всем удачки, всем пока и фур вам бабла. Это какая-то инсталляция. И она как-то очень интересно работает. То самое интересное, в оружии вы в данжах не найдете. Хотя изредка встречается, но что-то очень простенькое. Обычно встречаются бабки. То же самое касается шмоток. Скорее всего, это все добывается из креативки, по большей части. И изредка, очень редко вы что-то сможете найти в данжах. Самое интересное, это, конечно, джедаевские шмотки, которых вообще нигде нельзя достать, кроме квестов. Они, в принципе, декоративные и не дают броню. Есть еще такая же роба, но от ситхов. Она тоже не дает ничего, кроме того, что это просто шикарно и красиво. Вот такие вот пряги с котятиной. За просмотр, за подписку и лайки. В следующей серии мы с вами посмотрим на лазерные мечи. Посмотрим на все планеты. Прошвырнемся по данжам, ну и так далее. Используем все технологии, которые здесь есть. Но для этого, сами понимаете, чтобы вышло продолжение, нам нужно с вами 2000 лайков. Как обычно. Боже, какие же прикольные эти создания. Так, друзья, вы не против, если я собрал пару компьютеров на обзор? Нет? Нет? Что значит, я дурак и совсем лыжи не едут? Какие еще лыжи? Ну, а если вы здесь впервые, не забывайте подписываться. Покликайте по ссылочкам в описании. Там много всякого интересного. Все ссылки в описании, друзья мои. Поехали. Да, ребят, и самое главное. Практически все виды оружия, да и все, которые я смог найти, заезжаются с помощью вот такой штуки. Называется она Powerpack. Вот так вот она покупается у торговцев. Больше ее нигде найти, кроме торговцев негде, ребят. Так что копите кредиты, покупайте Powerpack. Тратятся они довольно быстро, поэтому такое. Лазерный меч рулит.